Здравствуйте, друзья! Все чаще и чаще мне приходят какие-то комментарии, которые изобличают в комментаторах очень поверхностных читателей, не способных осилить много букв, но пламенно желающих начать писать свой комментарий, едва только прочитав заголовок моего текста. В итоге такие читатели пишут что-то в ответ на свои недофантазии, о том, что они сами представляют себе о смысле, который заложил в написанное я, ну то есть автор. Они сами завтра себе придумали смысл, сами обиделись на него, сами ответили по-хамски или глупо, и сами приготовились к обороне, что ли. Но это смешно. Вот для таких товарищей я и пишу это открытое письмо, и записываю это видео. Ну это же открытое письмо, только в видеоформате. Если, конечно, у них хватит и терпения, и желания досмотреть от этого места и до конца. Так вот, вероятно, вам имеет смысл не замахиваться на чтение длинных текстов. Это требует некой тренировки, что ли. Попробуйте потренироваться на комиксах. Ну это шутка, конечно. Я бестеба, я вообще серьезен на самом деле. Понимаете? Или может вам читать для начала по нескольку абзацев или предложений, а потом тщательно продумывать это прочитанное. Небольшими порциями. В школе есть упражнение такое, оно называется «изложение». Это когда надо сначала текст прочитать, а потом его пересказать близко к тексту. Это трудно сделать, если это не понимать, о чем идет речь. Можно зазубрить, конечно. Жаль, что многие взрослые утратили способность к этому заданию. То есть излагать информацию они не могут, потому что они ее не осмысливают. А связано это с тем, что они привыкли получать короткую пережеванную информацию из Твиттера или Инстаграма. Но если нет желания меняться и работать над собой, то, вероятно, лучше просто не писать глупые и пустые комментарии. Извините, если, конечно, кого-то чем-то я обидел. Я понимаю, в чем вообще проблема. Очень трудно удерживать внимание, если уже забыл, как это делается. И не мудрено, если потребитель уже привык к визуально развлекательному контенту. Из картинок, например, или коротких текстов, очень коротких. Фоток в Инстаграме, видео на ТикТоке и мемов. Ну, такой легенькой инфографики. У некоторых не хватает даже терпения посмотреть видео или прослушать какой-то подкаст длительностью более трех минут, например. А если они и совершат такой подвиг, то незамысловатый опрос обычно показывает, что половина информации просто из уха в ухо пролетела, не задержавшись в голове вообще, от слова совсем. Мне печально, конечно, что мир совсем уже катится в бездну информационной псевдодебильности. Что это за термин? Ну, об этом много пишет доктор Курпатов. Я вас адресую к нему. Вообще, информационная псевдодебильность – это медицинский термин, означающее психическое расстройство, при котором человек проявляет признаки слабоумия, самого настоящего причем, хотя он не дурак, вследствие чрезмерного потребления информации, что приводит к сильному отставанию в развитии и ухудшению памяти. Не только памяти, он также приводит это к рассеянностью, низкому уровню самоконтроля. Другими словами, это деградация мозга под влиянием гаджетов, расстройство, при котором человек проявляет признаки клинической дебильности. Опять же, хотя он на самом деле не дурак. Обычно это выражается в таких симптомах, как задержка умственного и психического развития, неумение ориентироваться в информации, обучаться. Это психическая зависимость, повышенная агрессивность, диссоциация. Я вас еще раз адресую к Андрею Курпатову. Там все гораздо подробнее и не так уж, наверное, трудно. Правда, тут важно отметить, что речь идет не об информации вообще, а о простой, тупой и мусорной информации, не требующей никакого осмысления. В этом вся суть. Потому что, если информация серьезная и требующая обдумывания, то работа над ней как раз только развивает, а не делает человека тупее. На самом деле, это как работа над учебниками. То есть, с учебниками мы становимся как раз умней. А вот информация, не требующая осмысления, быстро вызывает зависимость и оттупение, оглупление. Появляется неспособность удерживать внимание и вникать в суть информации. Вот в этом самая большая проблема. И это как раз я вижу в комментариях многих читателей. Это печально. Я ни в коей мере не считаю таких людей второсортными. Люди разные бывают. Кто-то умнее, а кто-то глупее. Но от общения с такими людьми я, наверное, все-таки воздержусь. И немного о культуре. Я всегда подписываю все свои материалы. Кроме того, в подписи я обозначаю свои профессиональные какие-то компетенции, чтобы можно было понять, на каком основании я берусь рассуждать на ту или иную тему. Поэтому, если в комментарии я вижу слова типа «автор» через два «ф», «ты» и прочие атрибуты невоспитанности, то этот комментарий будет мною, скорее всего, проигнорирован. Равно как и любой иной, когда комментатор распаривает мою профессиональную компетенцию, не представившись и не предоставив своей компетенции. Понимаете, ну, вы подумайте сами, а зачем мне тратить время на комментарии хамов и нанеймов? Ну и последнее. Если вы хотите у меня что-то спросить, хотите высказать мнение свое таким образом, чтобы я прочитал его точно или обратиться персонально ко мне каким-то образом, то начните, пожалуйста, свой комментарий так. Уважаемый Михаил Юрьевич, ну, ладно, можно без отчества, если у вас, конечно, пальцы ломает от псевдогордости, и вы не в состоянии выдавить из себя написание отчества моего. Хотя запомнить, как меня зовут, довольно легко. Как Лермонтова, Михаил Юрьевич. Внимание, величие, просто так запоминать намного легче. Но запомните, я вам не Миша. Миша это Шафутинский, ему это нравится, вот так и называйте. А я Миша только для родных и для очень близких мне людей. Я все сказал. Хао. Пока. Пишите письма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова